Всем привет друзья! Приехала еще одна посылка. Как я и предполагал в предыдущем видео, что все, которые посылки были, они как бы накопились на границе. И когда граница открылась, все дружненько поехали. Вот в предыдущем видео, это буквально где-то неделю или полторы я снимал, показывал товары. И вот еще одна посылка. Ну что я хочу показать. Вот приехал в таком виде. Видите, разрезано. Здесь разрез. Видимо шарились по коробкам, смотрели что там. И вот он разрез еще один. Поэтому не знаю, все ли на месте. Обычно когда вскрывают груз на таможне, потом обратно все заклеивают скотчем, все нормально. А здесь приехало именно вот в таком виде. Два разреза. И здесь, и здесь. И ничего назад не заклеено. И единственное подозрение, что это уже, видимо, те, кто принимает груз на южных воротах в Москве, в Таджики. Не знаю, больше никто не может сделать этого. Потому что груз едет прямым рейсом из Китая в Россию без всяких остановок и перегрузок дополнительных. Просто прямым рейсом он едет. Там не может ничего быть такого, чтобы вскрыли. Ну, в любом случае, сейчас открою коробку, посмотрим и будем смотреть, все ли нормально. Так, ну здесь должны быть две станции СНПЧ для принтера Epson XP15000. Я про него как-то делал подробный обзор. У меня такой принтер. И я делал на него подробный обзор. Соответственно, все те, кто покупает принтер, у них стоит вопрос, где брать чернила не оригинальные, как сэкономить. Потому что оригинальные картриджи, все прекрасно знаете, это половина стоимость любого принтера. Вот вы купили принтер, к примеру, за 10 тысяч. У вас закончились чернила. И вы покупаете новый комплект чернил за 5000. Шесть примерно картриджей, да, если шестицветные. Я на примере шестицветного говорю, что комплект картриджей, как правило, стоит половину стоимости принтера. А фотографий, чтобы напечатать вот таким маленьким количеством чернил, очень мало. Поэтому оригинальные расходники всегда были очень дорогие. Покупать их невыгодно, пользоваться ими тоже невыгодно. Поэтому люди ищут альтернативные решения. Я такое решение нашел. Делал подробный обзор. Можно поставить СНПЧ. Также я делал обзор. Здесь должны быть чернила. То есть те чернила, которые я выбрал для себя. Я покупал несколько различных вариантов чернил. Делал тесты. Ну, кто интересуется, посмотрите. У меня на канале эти видео есть про принтер. И про чернила, как я выбирал, как я подключал. Все это есть. Поэтому в последнее время очень много людей обращаются именно с тем, чтобы купить расходники для принтера. И здесь было заказано два комплекта. Два разных клиента. Вот. И в одном комплекте вот чипы дополнительные. Это чипы для памперса. Для обнуления памперса. Кто с принтерами сталкивался, знает, что там есть в новых моделях. Даже нужно памперс обнулять. И либо покупать полностью готовый, либо покупать просто чип. Ну, вот. Я также рассказывал, как я сделал вывод чернил из памперса, чтобы принтер не засорялся. Вот. Помощник прилетел опять. Вон, посмотри в камеру. Любопытный. Везде лазит. Помощничек. Со станцией МСНПЧ понятно. Вроде бы они все на месте, все целые. Здесь у нас какой-то набор инструмента, видимо. Да. Это для сервиса. Сейчас покрупнее возьму. Вот. Для, кажется, тормозов. Вроде бы. Для ремонта. Такие комплекты уже неоднократно заказывали. В предыдущих посылках они были. Вот. И сейчас вот еще кто-то заказал вот такой комплект. Здесь под любые размеры, под, ну, тормозные колодки. Сейчас, я думаю, товары будут ехать быстрее, потому что границы открылись. Вот. И должно быть все нормально. Там в течение месяца, я думаю, должны нормально проходить таможены и приезжать товары. Поэтому надеемся, что все будет замечательно. Это я покупал себе пакеты мусорные. Очень дешево и очень прочно. Я их уже испробовал. Это уже второй раз я покупаю эти пакеты. Очень классные. Мне понравились. Я решил еще раз купить. Потому что, ну, в любом случае, когда есть возможность сэкономить, мы экономим. Поэтому вот купил партию пакетов. Теперь хватит еще до следующего раза. Здесь в каждой упаковке по пять комплектов пакетов. Сейчас посмотрю, сколько штук. Уже не помню, все честно. Тут размеры написано, количество что-то я не вижу. Не пойму, не помню. Ну, в любом случае, это выгодно. Ну, и еще положили это средство, видимо, для рук что-то нарисовано. Хотя я ничего такого не заказывал. На что-то в подарок положили китайцы. Этой же фирме я в прошлой посылке заказывал себе чистящие средства для чайника и для стиральной машинки. Я помню вот такую вот коробку. Это одна и та же фирма делает вот эту химию всевозможную. Да, какой-то диспенсер. А во второй коробке у нас что? Какие-то шарики. Я так понимаю, здесь какие-то таблетки, да? Возможно, таблетка растворяется водой в этот диспенсер, и у нас получается пена. Либо моющее средство, жидкость моющая для рук. Возможно, так. Надо повнимательнее посмотреть, что они положили в подарок. Так. Набор ударных головок. Я уже забыл, что их заказывали. У меня подобный, такой же набор есть. Я себе покупал, еще, наверное, года два назад показывал. Просто у меня ящик более компактный. Вот. Ударные, это для пневмоинструмента, для сервиса, если кто не знает. Потому что там используются именно ударные. Обычные, когда вы будете использовать головки, вот из наборов, блестящие там, хромово надевые. Они со временем разбиваются и все. А здесь специальная сталь, которая предназначена для того, чтобы вот эти нагрузки, удары сдерживать. Я же себе такой набор покупал. Даже делал про него обзор, когда делал ремонт автомобиля. У меня есть такой же пневмоинструмент. Гайковерт. Ну, компрессор и подключающий работаешь. Это очень удобно, когда делаешь большой ремонт крупный. Там подвеску поменять, еще что-то. Я специально покупал именно ударный набор инструментов для него. Но здесь я вижу не все. Сейчас пойду скрывать плиткорез. Если помните, в предыдущем распаковке тоже был плиткорез. Здесь такой же абсолютно плиткорез. Его подробно уже показывать не буду. Просто сейчас вскрою коробку, посмотрю, что там есть. Потому что это не все. Там еще диски должны быть. А плиткорез, ну, посмотрите в предыдущем видео. Шиджинг, ручной, абсолютно одинаковый. Так, ну вот все, что было в станке. Именно в самой коробке. Сейчас тут остатки. Я уже посмотрел, что должно быть. В принципе, по идее совпадает. Так, это такой вот интересный прибор. Который бак тут знает. Это сигнализатор поклевки. Я себе тоже хочу прикупить подобную штуку. Не колокольчик, а вот эту хрень купить. Ну, то есть, да? Знаете, леска сюда цепляется. Это на удилище. И когда идет поклевка, то есть просто защип, да? Идет сигнал. То есть натянулась летка. О! Она даже с батарейками. Она уже пищит. А, я нажал на кнопку. Вот кнопка. Ну, вот такая штука классная. Купил себе диск вот такой попробовать. Один. На пробу. Что примечательно. Посадочная, как у нас. 22, 23. То есть, если в курсе, да? Что у китайцев свою посадочную. Там 16, 20. У нас посадочная под болгарку. 22 идет. Вот здесь 22. И этот диск. Никогда не догадайтесь для чего. Я подробный обзор потом сделаю. Сейчас потеплеет, подсохнет. А то у нас тут только снег сошел. Грязь. Этот диск по металлу, ребята. Вот есть на болгарку отрезной диск обычный, да? Знаете все. То же самое, только здесь победитовые напайки. То есть, этот диск намного долговечнее. И он по металлу. Не те расходный материал. То есть, взял, что-то отрезал. Пол диска срезал. Ушло. То есть, не успеваешь их покупать. Вот. Интересно, насколько хватит этого диска. То есть, нужно сделать хороший тест-драйв ему. Попробовать, порезать и посмотреть. Я почему заинтересовался. То есть, ну, случайно попался мне диск. Во-первых, то, что наша посадочная. Не нужно никаких переходников. Но любую болгарку поставил, да? И то, что он режет именно. Металл. Не по бетону. Потому что, наверняка, многие подумали, что он по бетону, по кирпичу. Нет. Именно по металлу. Но здесь ключ. Их раньше очень часто заказывали. Вот такой ключ универсальный. Если кто не видел. То есть, смотрите, в чем фишка. То есть, заменяет несколько ключей. Вот этот один. Видите, да? Одеваешь на гайку. И потом просто подгоняешь под размер. Она затягивается. И откручиваешь. Сейчас даже скажу. Здесь размеры, в принципе, указаны. Только резинки закрыты. 12-13. То есть, от 12 до 19 с этой стороны. 12-19, да? А здесь у нас от 7 до 11 со второй стороны. То же самое, только меньше диаметр. Очень классная штука. Он такой тяжелый, классный. Цельный металл. То есть, достойный. Их уже не первый раз заказывают. Так, ну, это диски зеленые. Кто-то заказывал. Три штуки. Там еще будет одна посылка. Там я уже дисков побольше прикупил. Ну, эти все знаете. Я их постоянно беру партиями. Здесь просто три штуки выкупил. Кому как был заказ сделан. Так, ну, здесь ножницы по металлу. Это я точно помню. Их заказывали. Просто уже чуть-чуть модель другая. Вот. Все они в смазке. Есть, знаете, ножницы право, лево и прямые. Вот это прямые. У меня подобные тоже есть. Я себе покупал. Нормальные ножницы. Когда крышу делал. Отличный вариант. Так, здесь у нас адаптер. Для инструмента. Вот. Это WORX со старой на новую. Видите, да? Их сейчас уже, ну, они как бы давно появились. Ну, изначально появились с новой на старую. А обратно не было таких переходников. Потом я нашел в одном магазине, привез. Сразу у меня, ну, клиенты, кто постоянно инструмент WORX заказывают. Там было порядка десяти человек, которые заказали переходники. Ну, чтобы не покупать дополнительный аккумулятор. Потому что аккумулятор это деньги. Считай пол стоимости инструмента. Проще купить переходник. Ну, это два лазера для плиткорезов. Вот такие. Это они. Ну, знаете, уже постоянно их заказывают тоже. Просто его можно установить на любой плиткорез абсолютно. На любой инструмент, где нужно отмерить. Вставили батарейки, настроили луч и все. И пользуйтесь. Так, ну, здесь еще диски Shijing. Очень многие ждут эти диски. Здесь я уже купил нормально партию. Десять штук сразу партию. Shijing 120. Теперь они есть в наличии. Кто спрашивал, в магазине уже можно будет заказать. Ну, еще дополнительные диски. Это для скругления края под 45, алмазный. Это для снятия фаски. Ну, для ступенек делают обычно. И третий для скругления края. Тоже для ступенек делают. Кто смотрел мой полный обзор инструмента Shijing плиткореза я делал, я показывал, как все эти диски работают. Можно даже одновременно надеть и для скругления края, и отрезной. Он сразу и режет, и скругляет край. Это очень классно. Все это за один проход по плитке. Посмотрите, кому нужно. Я подробно все про каждый диск рассказывал. Про отрезные, про специальные такие, как они работают. Но здесь, по идее, должны быть чернила. Потому что чернил до сих пор я еще не видел. Ну да. Вот они чернила. Все вакуумные упаковки. Это чернила для принтера Epson XP15000. Ну, как я и говорил, да, станции и чернила для них. Вот они все приехало. Полный комплект, 6 цветов. Ну, в принципе, все. Плиткорез уже показывать не буду. В прошлом видео я его показывал. Ничего там интересного, ничего нового. Все то же самое. Поэтому работаем. Видите, сейчас уже заказы начали приезжать быстрее. Потому что граница открылась. И я думаю, уже, наверное, в течение месяца, полтора должно все приходить. Хотя я говорю некоторым, кто мне звонит, спрашивают, что я с запасом. Там полтора-два месяца. По-разному может быть, ребята. Не знаю. От меня доставка вообще никак не зависит. Вот поэтому, кому надо какие-то товары, оформляйте заказы уже. Курс уже более-менее стабилизировался. Практически вернулся к тому уровню, как был раньше. До всего этого скачка. Вот поэтому смело оформляйте заказы. Чем быстрее оформишь, тем быстрее получишь. Я всегда это говорю. Не надо ждать там, что-то думать. Неизвестно, что будет завтра. Нужно покупать и делать все это, пока есть возможность, ребята. Пока эту еще границу не закрыли. Вот. Закроют эту. Ну, все. Получается. Лавочка закрылась, так скажем. Ну, в принципе, все. Ставим лайки. Подписываемся. Обязательно, друзья мои. Обязательно подписываемся на все телеграм-каналы, которые я указал. Чтобы не потеряться. Если вдруг резко отключит YouTube, то все. Вы просто ничего этого не увидите. И не сможете меня найти. И до новых встреч.